Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как выстроить личностные границы, при этом не обидев человека? Моя мама живёт с нами, так как ухаживает за моим новорождённым ребёнком и постоянно учит меня, как жить. Без всякого повода. Как готовить, как мы можем отношения выстраивать, если делаю, как я хочу, то скандал и обида. Какие слова можно подобрать, чтобы не ранить человека? Спрашивает Александр. Ну, смотрите. Здесь ситуация заключается в первую очередь, на мой взгляд, в том, что он личностные границы выстраивает, ну, как бы, желательно изначально. То есть, если изначально вы личностные границы не выстраивали, то есть, ну, свекровь позволяла себе получаются такие вещи, то сложно, вероятно, будет их выстраивать фишиалов. То есть, грубо говоря, вам сейчас это сделать будет сложнее. Но, понимаете, понимаете, здесь ведь в чём основная идея? Здесь основная идея заключается в том, что на вас как-то влияют скандалы и обиды. Это первое. И второе, это то, что ваши личные границы не выстраиваются сейчас по какой-то причине. То есть, вот, ну, понимаете, как бы, есть какие-то причины, по которым личные границы вы не выстроили. И, соответственно, вот на эти аспекты нужно обратить внимание вам. Основное ваше внимание нужно обратить на именно конкретное на эти вещи. ВЕЩИ Как на вас влияет скандал и обида нана? Ну, в смысле, вашей нан, да, это вашей нан. Я забыл, подумалось, что речь идёт о свекрови. Свекрови. Вот. Как на вас это влияет? Это, это, первое. И второе. Это, ну, если вы чувствуете себя виноватой, например, либо вы чувствуете себя там, не знаю, должной ей, да, и так далее. То есть, вот это нужно на мой взгляд, в первую очередь преследовать. Также вам крайне необходимо посмотреть на то, как так получилось. Ну, вот. Ну, вообще как так вышло, это ваша мама помогает вам с ребенком. Вот. То есть, ну, наверное, у этого есть какие-то причины. то есть, ну, то есть, вы как-то вот к этому, наверное, ну, пришли. Да? И, вот, на мой взгляд, крайне важно обратить внимание обратить внимание на то, как вы к этому пришли. Вот. вот. Потому что, ну, как бы сейчас судя по тому, что я могу видеть, вы как-то не очень сильно сильно, скажем так, отвечаете за свои, ну, за свое решение. Вот. И за свои действия. вот. То есть, ну, если мама вам помогает, ну, естественно, она хочет вероятно, чтобы к ней прислушивались. Как правило, так бывает. Вот. то есть, вот тут вот тоже некую, некую единую стратегию модели поведения на мой взгляд, имеет смысл, конечно, исследовать. Дальше. Ключевой момент в том, как вы реагируете на вину. То есть, ну, вот, на чувство вины. Каба мама недовольна. и ключевой момент в том, еще, как вы сами реагируете на ну, ее такое же желание, да, например, вступать с вами в скандал. Вот. То есть, вы же понимаете, вы же понимаете, что, ну, без вас, без вас, да, скандала бы не было. Так, получается, что скандала, скандал, ну, скандал, ну, присутствует. Вот. И, на мой взгляд, от мая, вот, имеет смысл обратить внимание. То есть, как бы, вот. как, 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 мое участие осуществляется в скандале. это очень важно. Вот. Такой ответ я мог бы вам сейчас предложить. да, техника я сообщения очень полезно здесь, но, главное, поработать с чувством вины. или страхом перед нами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Всего вам самого хорошего. Удачи!